Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че» и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим необычную яичницу, необычный омлет. Сегодня мы приготовим омлет с кукурузой. Кукуруза у меня консервированная. Можно взять свежую кукурузу, если, например, это сезон кукурузы. Если это не сезон, можно, кстати, дом заморозить. Просто сварить кукурузу и зернышки отправить в морозильную камеру. Таким образом можно приготовить летнее блюдо, сытное, полезное и очень красочное. Сегодня у меня консервированная кукуруза, сладкая. Также мне потребуются куриные яйца, молоко, зелень, соль, перец. Для начала, по традиции, я разогреваю сковородку, добавляю небольшое количество оливкового масла. К нему добавлю небольшой кусочек сливочного масла. И на этом масле я буду обжаривать кукурузу. Сейчас у меня разогреется сковородочка. Тем временем я возьму глубокую тарелку, разобью несколько яиц. Я думаю, что сегодня будет вполне достаточно четырех штук. Такие небольшие. Первый сорт, поэтому можно их отправлять смело. Много. Вообще не важно, какого они размера или какого сорта. Главное, чтобы были свежие, вкусные, полезные, а желательно домашние. Куриные яйца. Так. Сковородка практически разогрелась. Еще чуть-чуть я добавлю огня. В яйцо добавлю примерно 3 столовые ложки молока. И аккуратненько смешаю. Можно, кстати, добавить небольшое количество муки в омлет. Так он приобретет более такую выраженную форму. То есть он будет более плотный. Наверное, менее нежный все-таки. Я люблю без муки. Хотя по настроению, наверное. Если хочется приготовить такой пышный, вы знаете, вот как в детском садике омлет, то тут, конечно, без муки не обойтись. Но сегодня у нас будет все по-простому и по-быстрому. Потому что готовим мы завтрак. Утром времени нет. Сковородочка разогрелась. У нас здесь сливочное масло. Поэтому мы не дожидаемся, пока оно начнет гореть. Отправляем кукурузу. И чуть-чуть ее обжариваем. Зажаривать ее до румяной корочки совершенно не нужно. Тем более, что... Так, вот моя лопатка. Тем более, что она консервированная. В ней есть сок. Она сейчас чуть-чуть протомится. Получится такая, знаете, сливочная кукуруза. Я знаю некоторые способы варки кукурузы со сливочным маслом. Это очень вкусно. Вот мне кажется, здесь напоминает что-то именно тот вариант. Я добавлю небольшое количество соли в яичную смесь. И сегодня я не стану добавлять черный перец. Я добавлю паприку. Добавлю паприку сладкую. И перемешаю. Можно добавить паприку уже в готовый омлет. Вполне. Так. Обжариваем. Ну, обжариваем. Наверное, все-таки спассируем. Да, то есть мы не добиваемся такой корочки золотистой. Вот. Буквально еще одну минутку. И мы сможем уже отправлять яичную смесь в сковороду. Тем временем я подготовлю небольшое количество зелени. Просто для того, чтобы украсить. Украсить наше блюдо. Вот так. Все. Кукурузу можно залить смесью. Немножко разровнять. И оставить под крышечкой буквально на несколько минуточек. Итак, яичница готова. Мы возьмем тарелочку и выложим вот на такое красивое, нарядное белое блюдо. Получившуюся яичницу. Главное сделать это осторожно, несмотря на то, что мы торопимся всегда на работу. Я украшу вот так веточкой петрушечки и добавлю несколько ягодок клюквы. Клюквы. Ну что, друзья, наше вкусное, сытное, красивое, красочное блюдо готово. Обязательно приготовьте, повторите. Готовятся очень быстрые ингредиенты, очень доступные. Я уверена, что это поднимет вам настроение утром. Обязательно приготовьте дома. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова